Третий вариант, это кусочек продолжения для вас по чистке от паучьей порчи. Догорела свеча, да, по свежим следам. Не знаю, видно, не видно вам, но вот смотря, да, с какого ракурса смотреть, я вот смотрю, прям мышь. Мышь свернутая в клубочек, потому что здесь ушки, такой носик, глазик, мышь, белка, причем, кстати, это действительно часто выходит на отливках, вот именно по третьему варианту. Да, я тут уже начала смотреть, душевные муки выскочили у нас. Жарко. Так, что вам сейчас даст? Так, у вас, да, смена, скажем так, смена направления, причем очень стремительная, резкая. Здесь прям, слушайте, здесь какой-то подобранный, да, подобранная палочка-выручалочка, то есть, да, зелье, исцеление, очищение. Вот прям все, вы получили исцеление от всех бед. И вот эта змея остается в бездействии, все на ней, на ней смело ставьте крест, все, привязка. Здесь была просто привязка к вам, да, некая, под защитой. Причем, да, видите, защита смерти, то есть здесь серьезная защита была на этой привязке, но она разрушена. Через нее воровали и внешность, и молодость. И, ну, вот вообще вы стали, да, даже вот, как я говорила, да, если вернемся к самому раскладу, такими, как, да, вот, безликими, незаметными, да даже самим уже не хочется там, да, куда-то, возможно, как-то выходить, как-то общаться, какая-то вот, ну, да, безликость. Ну, маску на вас одевали. Вам идет подарок, подарок. Прекрасный, замечательный подарок, потому что слишком много вы здесь прошли, вынесли на своих хрупких плечах. Ну, я не буду говорить, какие, да, опять-таки у всех свое и смысл, да, чтобы не сглазить, как говорится. Идут важные вам перемены. Кому-то новый мужчина. А у кого-то воздействие от мужчины, и ждите перемен, касаемо с ним. Поэтому вот теперь я уже, да, завершаю полностью ритуал. Продолжение следует...